Все долгожители, которые прожили до 100-120 лет, имеют между собой много общего. Они все живут в высокогорных деревнях, расположенных выше 2000 метров над уровнем моря. Там выпадает не более 50 миллиметров осадков в год. Совсем не бывает дождей и снега. Это очень-очень засушливые регионы. И как вы думаете, где они берут воду для питья и ирригации? От тающих горных снегов. Вода, которая выходит из-под этих ледников, не такая чистая и прозрачная, как артизианская. А если посмотреть наполненный такой водой стакан на свет, она желтовато-белая или белоголубая, поскольку содержит от 60 до 72 минералов. В Тибите ее называют ледовым молоком. Здесь эту воду не только пьют, но и, что более важно, ею орошают землю год за годом, урожай за урожаем, поколение за поколением на протяжении более 2000 лет. И у этих людей не бывает диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, не встречается высокого кровяного давления, артрита, остеопороза, рака, катаракты, глаукомы, нет дефектов у детей при рождении, нет тюрем, нет наркоманов, нет налогов, нет врачей. И живут они по 100-120 лет без заболеваний. Каждый раз, когда вы хотя бы один день не получаете необходимые минералы, вы укорачиваете свою жизнь на несколько часов или даже на несколько дней. Японцы, средняя продолжительность жизни которых составляет 79 лет у мужчин и 85 у женщин, уже давно нашли выход из этой ситуации. 90% населения Японии принимают биологически активные добавки к пище ежедневно. Они поняли, что наш организм сам способен защитить себя и исцелить. Но при одном условии. Ему надо помочь. Ему надо дать все необходимое питание в виде натуральных витаминов и минералов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!